Прошу прощения. Программа, которая помогает мне записывать видео, она надо дать сбой, и поэтому приходится записывать еще одно видео, которое является продолжением как бы предыдущего. То есть, будет первая часть и соответственно вторая. Прошу прощения еще раз за это неудобство. И значит, продолжая идею, продолжая мысль, скажем так, что эгоцентризм, то есть, воспринятие окружающих людей исключительно через призму своих потребностей, призму своих желаний и их стремлений, является для такого человека, как ваша мама, абсолютно нормальным явлением. И вы это видели, вы это чувствовали на себе и понимали, что вот именно так она себя ведет. Кроме нее, кроме самой себя, ваша мама ничего, никто больше не волновал. И тяжело, очень тяжело вам было не сломаться, то есть, не принять того факта, что вы действительно недостойны любви. И при этом не стать такой же, как у ваших мам, то есть, ну вот, испытывая недостаток в любви, недостаток в заботе, да, они стремятся к заботе, чтобы это получать ущерб другим людям, близким людям и так далее. И вы, благодаря тому, что вот все-таки, ну, как я думаю, у вас хороший интеллект, то есть, будь вы человеком менее интеллектуально развитым, скорее всего, ничего бы не получилось, но поскольку у вас интеллект достаточно развит, хорошо развит, то вы поняли, что нужно все-таки как-то самостоятельно вот что-то делать и вы уходите из дома. Потому что вы понимаете, что там, в доме, вы ничего не, ну, ничего не сможете, никак не реализуетесь, да, и ничего не добьетесь. Вообще говоря, здесь, прежде чем переходить постепенно к сыну и немножечко про потребность в любви, еще хочется сказать так. Вот есть такое понятие, как порог критических переживаний, то есть, вот, человек живет, допустим, в определенных условиях. Скажем, эти условия, они представляют собой какую-то совокупность верхнего и низнего потолка, соответственно, позитивных и негативных переживаниях. То есть, вот, можно спросить человека, ну, любого человека абсолютно, какое вот самое негативное переживание вы можете вспомнить, скажем, период, там, от 8 до 15-16 лет. Человек вам назовет, там, одно, там, другое, третье. И уровень, степень негативных переживаний, она будет колебаться. У вас эта степень негативных переживаний, безусловно, достаточно сильна. Она высокая. Из-за этого чувствительность, чувствительность к тому, что лежит выше или ниже предельной степени, тут же, как вам лучше понимать, падает. То есть, вы можете что-то где-то стерпеть. Совершенно спокойно. Вы можете к чему-то отнестись менее реакционно. То есть, менее, как бы, менее негативно отреагировать на какое-то событие, на которое другой бы человек отреагировал бы плохо. Почему? Потому что в детстве у вас был очень сильный порог, очень высокий порог негативных переживаний. И чувствительность у вас упала. Из-за этого вы могли терпеть какие-то моменты по отношению к себе со стороны мужа первого. Из-за этого вы к своему ребенку относились так. Потому что вы, наверное, считали, что он находится в гораздо более лучшей ситуации, чем вы. И ему переживать нечем, все равно ему будет хорошо. И вот вы похватились, поняли, что нет, вот так неправильно, что ребенок, он не должен восприниматься именно в сравнительной форме. А у него есть своя, собственно говоря, форма, своя диаграмма негативных и позитивных переживаний. И опускать нижний порог негативных переживаний ниже, чем он есть, ниже нормы. А норма – это без преувеличения, можно сказать. Норма – это для нормального развития ребенка, норма – это самое легкое физическое соприкосновение. То есть, ну, в лучшем случае даже избегать стоит ремня, таких вот моментов, потому что это насилие. Насилие, оно является, оно драматично, оно профнатично, и поэтому ничем хорошим для ребенка не кончится. И вам нужно в первую очередь для себя вот эту вот норму обозначить само. То есть, вы можете там совершенно, да, вам неприятно это, конечно, не нравится, но вы можете там и ударить человека, да, и, в общем-то, получите удар в ответ, и вам будет плохо, больно, но вы все равно к этому относитесь, ну, вот, знаете, как к чему-то вот такому. То есть, в принципе, можно стерпеть. Это понятно, но вот этот момент, а также другие моменты, связанные с таким вот экстремальным, в общем-то говоря, поведением, для себя вам нужно сделать недопустимым в принципе. То есть, вот принимать это как что-то экстраординарное, и не, ни в коем случае не позволять себе эти поведения, эти нормы, алгоритмы поведения раз за разом повторяются. Установите себе какой-то предел, нижний которого вы не опуститесь, и старайтесь ему следовать. А если кто-то этот предел превышает, то пусть это будет как бы критическая черта, критическая точка, передя, которую человек ставит себя вне, вообще говоря, вне вас, вне вашего восприятия, и как бы, ну, ставит себя как бы за пределами, за пределами ваших границ. Это очень важно, потому что определить для себя такие нормы, ниже которых вы не опуститесь, ниже которых вы не будете терпеть, вы дадите ребенку ту самую защищенность, ту самую стабильность, которая ему нужна. По крайней мере, до тех пор, пока он не станет друг с другом, ну, иногда, конечно, вашей дочери тоже. Этот момент очень важно для себя пометить, потому что без этого, без, так сказать, запрета допущения неких негативных происшествий, без соответствующего отношения к ним, без отношения к ним, как к чему-то экстраординарному, не получится нормально воспитывать ваших детей и с ними взаимодействовать. Вы, конечно же, находясь в положении жертвы, в положении добитого человека, притягивали внимание всех тех, кто мог, хотел, готовился обидеть, оскорбить такого беззащитного человека, слабого, да, и поэтому к вам было соответствующее отношение. И когда вы стали самостоятельными, когда вы начали сами что-то делать, то почему вы начали это делать? Потому что поняли, что кроме вас никто больше этого не сделает. И ваш отец, и муж первый, да и муж второй тоже, в принципе, не несли ответственности за вас и со семью. Это говорит о том, точнее, не так, не так. Это следует из прямого текста вашего письма и, соответственно, вы не можете доверять мужчинам полностью. Можете доверять полностью только себе. Полностью доверять только себе означает быть жесткой, означает быть целеустремленной. Ну и, собственно говоря, брать то, что вам принадлежит. В этой ситуации такое поведение, которое вы описывали сыном, было, вполне говоря, понятно. Вы не обращали на него никакого внимания. Вы придавали ему так же, как придавала вас ваша мама. До тех пор, пока не были удовлетворены какие-то ваши базовые потребности, не были удовлетворены какие-то ваши стримины, когда вы почувствовали, что вот что-то значит. И возникает вопрос, за кто? Ну вот, ваша мама своих детей ругала. Ругала, потому что была явно не удовлетворена своей жизнью. А вы будете делать так же, если, допустим, у вас что-то не сложится. Если у вас не будет что-то получаться. Как вообще вы воспринимаете своего ребенка? Вот именно в данном случае, наверное, своего сына. Как вы считаете, ради него можно пожертвовать своим успехом? Своей карьерой? Чем-то еще. Вы просите меня, чтобы я сказал вам то, что было неэтично ввиду отсутствия вопросов. И этот момент, он связан вот с чем. Ведь сын, ваш сын, это тоже мужчина. И это мужчина, ну, который, в общем-то, не совсем благополучный. То есть, у него тоже есть определенные проблемы. Не получится ли так, что вы, воспринимая мужчин как людей, как, ну, носителей, скажем так, человеческих качеств, не умеющих нести ответственность за свои поступки, не будете ли вы воспринимать своего сына так же? Постоянно его направляя куда? Постоянно его поучая. Вот уже сейчас вы говорите, что хотите увести его на психологические тренинги. Вы знаете, психологические тренинги очень хорошая вещь, но надо сказать, что они в некотором смысле полезны лишь тогда, когда человек четко осознает свою проблему. Вот четко знает, что у него не так. И хочет это исправить. А в остальном психологический тренинг может даже человека как бы разъединить. Его личность, его психическое я, его реальное я подвергнется анализу, распаду, потому что именно так работают некоторые психологические техники. А вот собрать уже не получится, потому что тут тоже нужно, это тоже работа. И нужно аккуратно относиться к этим тренингам. Может быть человеку, тем более растущему человеку, не стоит участвовать в подобных тренингах. Будет лучше, если человек сам, тем более мышина, будет совершать ошибки, и эти ошибки будут нести ему опыт. Но это будет естественно, это будет органично, это будет правильно. Конечно, лечать вам, но очень важно, чтобы вы воспринимали своего сына. И вот тут очень серьезный момент. Не как ребенка, а как мужчину. Как взрослого человека, но человека, который способен нести ответственность. Знаете, почему вообще, вот почему, например, ваш первый муж находился под влиянием своих родных, второй муж тоже, потому что мамы таких детей постоянно их оберегали. Постоянно указывали, что им делать, постоянно решали что-то за них. И эти люди оказались не способны принимать решения самостоятельные. Вот, чем больше ваш сын будет принимать самостоятельные решения, чем больше он будет делать выбор, свой собственный выбор, тем больше вероятность, что это будет мужчина, в классическом понимании этого слова, мужественный, сильный, не желающий подчинить себе женщину, а принимающий ее такой, какая она есть. Для этого четкий план по его жизни есть только мешает. Позвольте вашему сыну иметь в своем распоряжении маму, на которую можно положиться, к которой можно обратиться, к которой можно пожаловаться, к которой можно рассказать что-то, что волнует, человек, который всегда примет, даст совет, но который не будет направлять по жизни, который не будет указывать, что делать, который не будет решать, что нужно человеку и для чего, который будет прислушиваться к желаниям сына, к желаниям ребенка, какими бы эти желания ей казались, не сомнительными, неправильными и так далее. И вот только так можно быть уверенным в том, что ваш ребенок будет расти таким, каким ему самому нужно и удобно, а не таким, каким его сделали его родители. Для чего? Для своего удобства. Потому что все те люди, которые находятся в подчинении у своих родителей, которые зависят от их мнений, это все жертвы, как бы сказать, стремление к комфорту, к стремлению, к удобству родителей. Вот это самая главная ошибка. Причем эта ошибка, она происходит потому, что люди изначально желают обратно. Они серьезно хотят, чтобы их ребенок был максимально защищен, максимально обеспечен, максимально там, как-то еще, огражен от проблем возможно. Но правда в том, что от проблем человека оградить не получится никак. Человек сам идет по жизни, сам принимает решения и сам совершает ошибки. И только так, на основании этих ошибок, он делает выводы. учится приобретать опыт. Соответственно, вам, как матери, нужно быть готовой к тому, чтобы видеть ошибки своего сына, принимать их, быть готовой поддержать ребенка в этом, в научении, дать совет, но решение всегда оставлять за ним. Именно для того, чтобы человек привыкал жить своей волей, своими мыслями, своими ценностями. И тогда, осознавая прямую связь между своими действиями и последствиями этих действий, человек будет ценить, чувствовать вес того, что он делает. И вот, классический настоящий мужчина, это тот, кто, совершая поступок, совершая какое-то действие, осознает всю полноту возможных последствий и делает выбор, руководствуясь своей волей, своими ценностями, своими идеалами и стремлениями, а не чужими, не другими. И вам это будет сделать сложно, потому что, ну, вы сами человек достаточно сильный, целеустремленный, и к мужчинам у вас отношения достаточно своеобразные, но, тем не менее, вам нужно быть готовы к тому, что ваш ребенок будет совершать те поступки, которые вам не будут нравиться. И, то есть, они вам не нравятся, именно отсутствие внутреннего согласия, что делает ваш ребенок, является доказательством того, что он на верном пути. Ни один ребенок не должен поступать так же, как поступают его родители. Это то, что многие родители понять не в силах, это то, что многие родители не осознают, но это является наиболее правильным. если ребенок поступает так, как поступают родители, или так, как поступил бы родитель, это означает отсутствие прогресса, это означает отсутствие развития человеческого рода, и, значит, отсутствие эволюции. Вот, на этом, я думаю, часть про семью и ребенка можно закончить. позже, не знаю пока когда, я поспешу в вторую часть, где поговорим уже с вами про, собственно говоря, мужчин. по-настоящему. Субтитры только мальчишку, Продолжение следует...